В Ненинском округе разработали мобильное приложение, при помощи которого можно узнать расписание движения общественного транспорта и стоимость проезда всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Такой проект для удобства жителей округа возник благодаря трехстороннему сотрудничеству молодых разработчиков автотранспортного предприятия и Ненинской компании электросвязи. Любовь Пермякова расскажет о современной разработке. Изначально, чтобы само приложение скачать на ваш телефон, ну если у вас платформа Android, то заходите в Play Market, это встроенный магазин, так сказать, который есть у Android, и просто в поиске пишите «автобусы на Ринмаре». Теперь благодаря студентам Олегу Юсупову и Евгению Кожевину узнать расписание движения общественного транспорта в Наринмаре искателях может каждый житель округа, имеющий мобильное устройство на платформе Android. Происходит поиск, и вот где самым первым высвечивается наше приложение. Ну и вы можете его прямо скачать, оно полностью бесплатное. Вы просто нажимаете кнопку «Установить», главный экран самого приложения, можно выбрать, какой автобус необходимый, из какой остановки он должен выходить. То есть, если я стою в морском порту, да, я нажимаю сюда, 411. Вот и расписано время выхода автобуса с этой остановки в будние дни, и если пролистать чуть пониже, то в выходные и праздничные дни тоже расписание есть. А еще в этом приложении можно узнать стоимость проезда всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов с учетом январских изменений. Такой полезный проект, по словам молодых разработчиков, возник в результате сотрудничества с ненецкой компанией электросвязи. На одной встрече с руководителем январского АТП, с Елисей Михайловичем, возникла идея о том, как бы помочь нашим жителям знать о расписании автобусов. А почему бы не сделать такое мобильное приложение, причем во многих городах есть, когда человек на своем смартфоне сможет получить расписание. Вот он пришел на остановку, запустил приложение, нажал кнопку и, по крайней мере, через это приложение узнал, когда к нему подойдет автобус. А если автобус не подойдет вовремя, то пассажир всегда может известить об этом перевозчика. Плюс обоюдный, то есть плюс для пассажиров в основном, конечно, это удобно, но и нам создает удобство в том отношении контроль за работой транспорта со стороны, будем так говорить, населения и, соответственно, обратная взаимосвязь. То есть в случае, если где-то нарушение работы графиков автобусов происходит, пассажир сразу же может это выявить и, пользуясь тем же аппаратом, сотовым телефоном, отзвониться в наш адрес. В дальнейшем студенты планируют доработать функционал сервиса с тем, чтобы привязать его к остановкам общественного транспорта и маршрутам. Это позволит отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. В планах разработчиков сделать приложение доступным и для портативных устройств на других платформах, в том числе популярной в регионе Айос.